Поединки в которых определяются чемпионы и мы начинаем с весовой категории до 60 килограммов. Легкий вес. Великтон Баранников представляет сборную Советского Союза и его соперник Юзеф Грудзень, боксер из Польши. Надо сказать, что здесь представлены две страны, которые на этих Олимпийских играх в турнире боксеров доминировали. Девять весовых категорий принесли медали российской команде, советской вернее команде, и в семи успеха добились поляки. 275 номер на спине у Великтона Баранникова. Какой удар в прыжке я пытался он нанести сейчас. Это фирменный коронный удар Великтона Баранникова. Любителям и специалистам бокса со стажем это знают. Великтон боксировал в левосторонние стойки. Ну, когда надо, он легко мог поменять. Одинаково хорошо. Пользовался стойками. Обладал сильнейшим ударом с обеих рук. Ну, вот он и пытается сблизиться, пытается как раз бросаться так вперед. Польский боксер пока вторым номером работает и присматривается где-то к сопернику. Тем более, что пока Великтон Баранников занял левостороннюю стойку. Видимо, понимаешь, что это неудобство доставляет определенное. Ну, польские боксеры, это их не отличительная черта. Они, это их не манеры, как искать, их фирменный знак. Такая манера ведения боя. Классическая стойка боксерская. Выжидающая позиция. Ну, я думаю, что и удары Великтона Баранникова были, хоть и весовая категория 60 килограмм, не такие легкие. Вы знаете, Сергей, если бы речь шла о современном боксе, то, глядя на такую манеру, я бы сказал, что Баранников очень серьезно рискует вымахаться и потерять силы рано. Потому что действительно он очень сильно вкладывается в удар и его аж разворачивает иногда после некоторых ударов, которые не доходят до цели. То есть здесь поляк какую-то более экономную, что ли, выбрал манеру? Вы хотите сказать более рациональную? Ну, более рациональная она в том случае, если ты не нарвешься на удар. Потому что понятно, что кто выиграл, тот и прав в данной ситуации. Я думаю, Великтон Баранников полностью контролировал ситуацию, был уверен в своих силах. Поэтому с первого же раунда он начал бой в атакующей манере. Ну, вот первый раунд, мне кажется, что все-таки остается за ним. Да, действительно, влияние тренеров сейчас, конечно, стало гораздо больше. Мы видим успокойствие в углу секундантов нашей команды. То есть все, как бы, я думаю, Великтон Баранников контролировал ход поединка и выполнял четко указания тренеров. Теперь остается нам, собственно говоря, понять, что же произошло дальше. Сразу в начале раунда наносят удар Грудзинь. История взаимоотношений у этих боксеров довольно любопытная получилась. Вот здесь на Олимпийских играх победу одержал Грудзинь. А через год они встретились в Берлине в финале чемпионата Европы. И там Баранникову удалось взять реванш. Ну, тот чемпионат вообще был фантастический для сборной СССР. Восемь золотых медалей из десяти, возможно. Вы говорите про чемпионат Европы 65-го года? 65-го года, да. Да, если это так, то все равно, конечно, олимпийской медали и медаль чемпионата Европы... Ну, это, конечно, разные вещи. Кстати, у Грудзина еще одна будет в его карьере олимпийская медаль. В Мехико спустя четыре года он станет серебряным призером. Мы видим, опять же, продолжается атакующая манера агрессивная Великтона Баранникова. Грузин старается работать вторым номером, навстречу, на отходах, сковывая, входя в клинч с Великтоном. Ну, вот попадает, снова попадает. Мне кажется, что все-таки очень много эмоций вот в этом стиле Баранникова. Понятное дело, это финал. Ну, давайте немножечко расскажем про Великтона Баранникова, что это боксер из Луна Дея. Первый, я думаю, из советских боксеров такого уровня, из Бурятии. Я думаю, его там все помнят и чтут, несмотря на прошедшие столько лет. И в данный момент любители и специалисты бокса могут просто насладиться той манерой и той техникой, которая... Но силы Сергеевне стало меньше, смотрите, уже нет такой шквальной атаки, как в первом раунде. Пропустил, к сожалению. И все больше и больше, и чаще и чаще попадает Грудзин. Прямой справа навстречу. Очень хорошо стоит на ногах Грудзин, очень правильно располагает свое тело. К сожалению, в последние годы в восточноевропейских странах пошла мода у тренеров ставить боксеров на переднюю ногу. Переднюю ногу. Да, но особенно это у немцев проявляется. Вот именно немцев, а не тех, кто приехал в Германию и там тренируется и выступает. Ну, и примерно то, что касается польских спортсменов. Хотя у них есть и очень серьезные достижения на профессиональном ринге. Шустафа Владарчика можно вспомнить. Альберта Сосновского. Второй раунд позади. И опять же, собственных впечатлений отталкиваясь, я думаю, что этот раунд уже выиграл Грудзин. Я с вами соглашусь. Грудзин показывает грамотный бокс в классической манере, в академической. Но очень удачно он встречает нашего боксера. Мы увидели несколько точных и серьезных жестких попаданий. Грудзин по дороге к финалу пять поединков провел. Ну что ж, третий раунд, посмотрим. Соперники были у него из Финляндии, Кении, Болгарии и Соединенных Штатов Америки. Что касается Баранникова, то чилиец Зунига. Затем австралиец Блэр. Венгер Кайди и Ирландец Маккорд. Вот этих соперников пришлось ему по дороге к решающему бою. Проходить третий раунд, который расставит все точки над И. Открытого судейства не было в любительском боксе никогда. Да, никто не знал до последней секунды, пока руку не поднимут, кто же победил. Ну, затем, когда ввели очковую систему, систему подсчета ударов, конечно, сразу же тренеры начали хитрить и различными способами добывать информацию о том, какой счет в данный момент. Причем были такие казусы в первоначальном техническом судействии. Бывали сбои компьютеров, когда по очкам побеждал один боксер, а присуждали победу другому. Ну и самая удивительная ситуация, это когда в итоге равные счеты, там начинаются подсчеты дополнительных уже показателей и суммарного нажатия кнопок. Ну, это просто математика, высшие. Упорный бой. Сразу видно, что это финал Олимпийских игр. Обратите внимание еще, Сергей, что совершенно нет стремления ударить друг друга головой. То, что мы, к сожалению, часто видим сегодня. Ну, это сразу видно боксера высокого уровня, оснащенный техническим и тактическим арсеналом, которым не нужно два раза говорить, и которые не повторяли ошибки. Также можно отметить четкую работу судей, рефери в ринге. Француз Гондре, рефери в ринге. Надо сказать, что рефери практически не вмешивается. Вот что тоже отличает бокс. Сколько? 47 лет прошло с тех пор. Вот если сегодняшние бои посмотреть, ну, буквально иногда каждые 15 секунд рефери приходится встревать и делать замечания, предупреждения выносить. А здесь мы сколько поединков посмотрели, рефери, по сути, без работы. Его задача только остановить бой после раунда и вот иногда клинч развести. Да, хотя я отмечу плотность этого и темп этого боя на высочайшем уровне. Мы видим демонстрацию ближнего боя, который сейчас немножечко в другом стиле проходит. Да, бой закончен. Бой закончен. Естественно, никто еще пока уверенно не знает, кто победил. И здесь вообще достаточно любопытный результат будет по судейским запискам. Да, бой закончен. Сейчас мы узнаем, что решили судьи. В то время, кстати, если арбитр ставил равные очки в итоге, а так и получилось здесь с одним из судей, он все равно должен был пометить, кому он при равном счете отдает предпочтение. И вот благодаря этому Грудзин сумел выиграть со счетом 5-0. Потому что 5 арбитров всего, 4 разный счет дали, но все в его пользу. И один при равных очках отдал ему предпочтение. Очень расстроен Великан Баранников. Это мы видим. Ну а для Юзефа Грудзина это момент славы. Да, мы видим ликование польской команды. Ну и, кстати говоря, это первая их золотая медаль на этих играх. Потому что выступавший в самом легком весе Артур Олег свой бой проиграл. В легчайшем вы имеете в виду? Да, до 51 килограмма. Ну, самая легкая, самая категория из присутствовавших на этой Олимпиаде. Вот, пожалуйста. Да, мы видим результаты судейских записок единогласным решением судей. Хотя, смотря бой, я могу не согласиться с этим решением. Ну, к сожалению, мы не рефери. Да, но очень сложный бой и для судейства был, на самом деле. Потому что он действительно очень близкий. Да, сейчас мы ожидаем церемонию награждения в этой весовой категории. Я думаю, Велингтон Баранников сильно расстроен, так же, как и вся наша делегация. Субтитры сделал DimaTorzok Аланта Йозеф Грудзиен, номер 217. Аланта Йозеф Грудзиен, номер 217. И Аланта Йозеф Грудзиен, номер 217. Церемония награждения в этой весовой категории до 60 килограмм. Олимпийский чемпион Джозеф Грудзиен, Польша. Второе место Велингтон Баранников, Советский Союз. Третье место заняли Джим Маккорд, Ирландия, и Рональд Ален Харрис, Соединенные Штаты Америки. Вот он, награждение Велингтона Баранникова. И призеров в этой весовой категории. Исторические кадры. Еще раз посмотрим на лица этих мужественных боксеров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь нас ждет весовая категория до 63,5 килограммов и продолжающееся противостояние Советского Союза.